Виктора Николаевича Полякова Для нас это самый, пожалуй, великий человек в нашей жизни. Мы, ветераны автоваза, прошли с Виктором Николаевичем очень большую школу нашего становления как специалистов. Мы пришли все сюда очень молодыми, и для нас Виктор Николаевич был действительно учителем, учителем с большой буквы. Это настолько мощная личность, что если бы не он, я думаю, мы бы строили завод до сих пор. Виктор Николаевич – это такой симбиоз великого администратора, а по-современному самый, как говорится, мощный менеджер. Это человек, который отдавал всего себя делу. Я не первого поколения в Азове, да, я как бы второго, но мне довелось с Виктором Николаевичем очень близко общаться. Это было начало 90-х и потом, по следующему, начало 2000-х. Это человек, я не знаю, как даже назвать там глыбы, это слишком даже мало. Это вот наш идеал, человек, который создал наш город, создал наш завод. Мы обязаны, просто обязаны ему тем, что сегодня мы имеем город Тольятти и Волжский автомобильный завод. Человек несгибаемой воли и твердого характера. Роль Полякова в становлении Волжского автозавода трудно переоценить. Благодаря его незаурядному таланту крупнейшее предприятие было создано в рекордные сроки – всего за три с половиной года. Сегодня это кажется настоящим чудом. Площадь Полякова и Пюст перед зданием завода управления – словно напоминание о триумфе многих тысяч людей, которых первый генеральный вел за собой ради высокой цели, ради мечты, которая воплотилась в первых ВАЗовских автомобилях. Я вспоминаю последние годы, когда по существу каждый месяц он приезжал на завод, был в моем родном металлургическом производстве. Я всегда старался собрать молодых руководителей для того, чтобы они имели возможность прикоснуться к этому легендарному человеку. И всегда был удовлетворен тем, что Виктор Николаевич видел в молодом поколении продолжение нашего завода. Те ветераны, которые находятся здесь, большая часть из них работала в команде Виктора Николаевича Полякова. Вместе с ним непосредственно они создавали вот этот огромный наш завод, строили самый крупный в России автозаводский район города Тольятти. И, безусловно, такие даты, они помогают еще раз встретиться, вспомнить то, что было, посмотреть еще раз на историю Волжского автомобильного завода. Завод сегодня уверенно идет вперед. Мы ставим на производство новой модели автомобилей, улучшаем качество выпускаемой продукции, повышаем эффективность производства. Безусловно, выполняем наш коллективный договор, реализуем программу по улучшению условий труда. То есть завод живет полной жизнью. И все это, прежде всего, благодаря нашим ветеранам. В день рождения первого генерального директора автоваза Виктора Николаевича Полякова трём школам Тольятти были присвоены имена выдающихся вазовцев. Инициативу администрации города поддержали автозавод, родственники и сами школы. В конце прошлого года мы приняли решение именно в этот день присвоить имена великих вазовцев, не побоюсь этого слова, ряду школ. И вот сегодня, в день рождения Виктора Николаевича, мы это событие вместе со школьниками, с общественностью городской отмечаем. Череда торжественных мероприятий стартовала в школе номер 46. Теперь она будет носить имя первого главного конструктора ваза, Владимира Соловьёва. Именно он стоял у истоков создания уникального и первого в мире гражданского внедорожника Нива. Владимир Сергеевич не только отстоял идею самой Нивы. Он также предложил разработать проект плавающего внедорожника ВАЗ-2122. Это был одарённый и сверх работоспособный конструктор своего времени. Время идёт неумолимо и остаётся совсем меньше людей, которые непосредственно начинали большую работу на автовазе. И те люди, которым удалось с ним, посчастливилось с ним работать, им уже тоже много лет. Ещё одна мемориальная доска появилась в этот день в школе номер 89. Теперь это школа имени Валентина Исакова, генерального директора автоваза с 1982 по 1988 годы. На время его руководства пришлись сложные годы начала перестройки. Но благодаря своим неординарным организаторским способностям, Валентину Ивановичу удалось сохранить коллектив и даже усилить его новыми перспективными кадрами. С его именем, как уже было здесь сказано, связана очень большая часть истории развития Волского автомобильного завода. Он приложил свои усилия к формированию очень больших коллективов и, главное, формированию всего коллектива Волского автомобильного завода. Мемориальную доску в честь главного дизайнера ВАЗа Марка Васильевича Демидовцева торжественно открыли в школе номер 47. О Марке Васильевиче до сих пор слагают легенды, ведь это был один из самых ярких автомобильных дизайнеров своего времени. Именно он практически с нуля организовал дизайнерскую службу на Волжском автозаводе. Марк Васильевич руководил проектными работами практически всех разрабатываемых автомобилей АвтоВАЗа. Я рада и с удовольствием поздравляю коллектив школы, вас учащихся, ваших родителей, с присвоением школе имени Демидовцева Марка Васильевича, который большую часть своей жизни посвятил Волжскому автомобильному заводу и внес очень значительный вклад в развитие нашего города. Будучи большим руководителем, он всегда стал масса творческим человеком, и не даром его выставки, которые мы проводили, так и говорили. Художник, архитектор. Школа приобрела имя, не просто номер, а уже приобрела имя, и причем такого человека, который очень любил и очень много сделал для нашего города. Поэтому я желаю вам, что вы стремились, ставили перед собой задачи стать таким же, как он, чтобы вы любили наш город, чтобы мы много сделали для этого города. Большой митинг состоялся и в лицее номер 76, который уже носит имя первого генерального директора Волжского автозавода Виктора Николаевича Полякова. Здесь были сотни школьников и гостей, соратники и сподвижники Виктора Николаевича, были и автомобили, и легендарная «Копейка», и нынешний флагман автоваза «Веста СВ Кросс». И еще очень много воспоминаний о первом генеральном, о том, как Виктор Николаевич любил свою работу и как истово верил, что труд его не пропадет зря. Он не стремился к карьере, она ему была не нужна, он уже был заместителем министра. Он мог спокойно сидеть в кабинете заместителя министра и ждать, может быть, очередного назначения. Но он взял на себя вот такую задачу, поскольку он был государственным человеком. Виктора Николаевича Полякова вспоминали и на вечере, посвященном Дню ветерана автоваза. Праздничное мероприятие состоялось в культурном центре «Автоград». Поздравляю вас с нашим корпоративным праздником, Днем ветерана Волжского автомобильного завода. Счастья, всех благ вам, успехов. От имени руководства автоваза заслуженным ветеранам предприятия вручили благодарственные письма. Одной из награжденных стала Людмила Ковырзина. 38 лет она проработала в типографии завода, внесла множество рационализаторских предложений, была наставником для молодого поколения, воспитала целую прияду специалистов. О работе на автовазе вспоминает с особой теплотой. Для меня это, как говорится, гордость. Гордость, то, что я приехала на автозавод и что я здесь, я горжусь этим, горжусь до сих пор своим коллективом. Первый генеральный, папа, как называли его на заводе, Виктор Николаевич Поляков, был примером того, как можно сплотить вокруг себя людей. Организовать дело так, чтобы всего за три с половиной года в чистом поле вырос завод-гигант и целый жилой район. Наша страна получила первый народный доступный автомобиль, а сам автозавод стал лидером технического прогресса. Ну, что я могу пожелать заводу? Чтобы были использованы все силы, которые накоплены коллективом завода за все эти годы, для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность в этих условиях и выживание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова